здравствуйте уважаемые друзья на связи алексей кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем заниматься тонированием я покажу вам очень простой способ который позволит вам добавить фантастическое тонирование на ваши снимки суть его заключается в том что мы делаем цвета вокруг наших персонажей неестественными и в результате фотографии смотрится очень необычно и креативно некоторым людям нравится такой эффект некоторым не нравится использовать этот метод или нет уже решать вам ну что ж давайте приступим в первую очередь нам с вами необходимо открыть фотографию с которой мы будем работать и создать поверх нее корректирующий слой микширования каналов все делается при помощи данного корректирующего слоя мы в первую очередь переходим здесь целевой канал синий и в первую очередь перетаскиваем красный ползуночек влево примерно до значения минус 50 вот так далее переходим к зеленому ползунку его тащим вправо до значения где-нибудь в 150 вот примерно так и также в синем канале перетаскиваем ползунок до значения 0 вот примерно так в результате у нас фотографии приобретают вот такие вот интересные цвета очень важно следить за тем чтобы кожа ваших моделей оставалась естественной вы можете делать с фоном все что угодно главное чтобы у вас кожа ваших моделей всегда оставалась естественной и выглядела натурально тогда фотографии будет смотреться очень хорошо ну что ж здесь в принципе все выглядит довольно неплохо кожа выглядит естественной и фон мы с вами изменили он теперь выглядит вот такие вот фантастически а теперь можно усилить эффект при помощи дополнительно корректирующих слоев давайте это сделаем выбираем корректирующий слой карта градиента и выберем здесь градиент от фиолетового к оранжевому просто сделаем некоторые участки чуть-чуть потеплее а в тени добавим немножечко фиолетового для этого меняем режим наложения этого слоя на мягкий свет вот таким вот образом и понижаем прозрачность этого слоя до нужного нам результата примерно до 20 процентов я его понижаю чтобы сделать фотографию чуть-чуть потеплее в нужных мне участках вот таким образом можно даже наверное поставить 15 процентов чтобы эффект выглядел помягче вот таким образом ну и дополнительно можно акцентировать внимание на нашей модели для этого будем использовать корректирующий слой кривые выбираем его выгибаем вот таким вот образом кривую вниз примерно так закрываем данный корректирующий слой и теперь выбираем инструмент кисть обычную круглую кисточку с мягкими краями цвет для кисти ставим черный прозрачности нажим сто процентов и делаем несколько мазочков по участку где у нас находится модель 1 и 2 если необходимо можно еще и 3 вот таким вот образом в результате получаем вот такую вот картинку теперь все эти слои можно объединить в один выбираем все нажимаем control г на клавиатуре и посмотрим что у нас получилось как видите вот фотографии в начале и вот чего мы с вами добились процессе этой несложной обработки я надеюсь вам данный видео урок понравился и вы будете применять эти техники при обработке своих фотографий но на этом все с вами был кузьмичев алексей и до встречи в следующих видео уроках